Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Откуда пошло выражение Камень преткновения Говорят, что в Великий Пост Дьявол особо искушает верующих Так ли это на самом деле Почему в церкви люди исповедуют Грехи при священнике А не наедине с Богом Если вам интересно узнать ответы На эти вопросы, открывайте раздел Вера В этом же разделе рассказывается о жизни преподобномученицы Мстиславы Фокиной, память которой отмечается 10 марта. В рубрике «Люди» разместилась статья психолога Александра Ткаченко о доверии между родителями и детьми. Он рассказал, почему дети перестают доверять родителям и можно ли с этим что-то сделать. Подписаться на журнал «Фома» можно на сайте лавкафома.ру. Вышел из печати новый номер газеты «Колокол Севера». Читайте в свежем выпуске. В Ухтинском районе торжественно осветили купола и кресты нового храма. Подробнее о событии рассказывается на главной полосе. О пастырском визите архиепископа Сыктывкарского и коми Зырянского Петерима в Ухту и Сосногорск в дни святок можно прочитать в разделе «День за днем». Третью полосу открывает материал, посвященный 32-м международным рождественским чтениям, в работе которых приняла участие делегация Сыктывкарской епархии. В рубрике «Чтобы помнили» рассказывается о прошедшей под Ухтой реконструкции знаменитой операции «Январский гром», посвященной 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. 8 января 2024 года отошла ко Господу ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Павловна Григорьева. Ей было 102 года. В память о ней газета публикует материал под названием «Военные дороги Евдокии». В Ухте в третий раз прошел фестиваль «Рождественская звезда» для воспитанников дошкольных учреждений. На этот раз в подготовке и праздничной программе приняли участие более 100 малышей и взрослых. Подробности в рубрике «Православный мир». В материале «Житейские истории» актер, режиссер нового фильма о Донбассе Сергей Апрельский делится воспоминаниями о своих детских годах в Ухте. Рубрика «Год семьи» знакомит читателей с семьей священника Сергия Пентина, настоятеля Свято-Екатерининского собора в городе Слободском. Школьников Ухты и Сосногорска, а также читателей газеты «Колокол Севера» приглашают поучаствовать в конкурсе сочинений и исследовательских работ «Свет отеческих традиций». Информация об участии в конкурсе представлена на последней полосе. Прочитать материалы газеты «Колокол Севера» можно на сайте издания «колоколсевера.рф». Желающие приобрести газету могут обращаться к главному редактору по электронной почте. Вашему вниманию представляю очередной номер православной газеты. Этому церковному еженедельнику исполнилось 30 лет. В 1994 году вышел первый номер газеты. На протяжении многих лет она остается актуальной, востребованной и значимой. Сегодня у православной газеты несколько тысяч подписчиков – от Калининграда и Крыма до Владивостока и Южно-Сахалинска. О том, как газета зарождалась, кто ее сотрудники и как происходит печать, узнаете в материале «Юбилей». О торжественном приеме по случаю 15-й годовщины интронизации патриарха Кирилла читайте в рубрике «Первосвятитель». В памяти святителя московского Алексия «Всея России чудотворца» посвящен раздел «Церковный календарь». Рубрику «Молитва» открывает рассказ об иконе Божией Матери Виленская. Празднование в честь этого образа Царицы Небесной совершалось 28 февраля. Воспитанники Екатеринбургской воскресной школы храма всех святых вместе с родителями и педагогами побывали в поселке Исток в парке святого семейства, где помолились за богослужением и узнали много интересного. Фоторепортаж этого дня разместился в материале паломничества. О торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Екатеринбургской духовной семинарии можно прочитать на 22-й полосе газеты. О временной выставке иконы складней императорской семьи, действующей в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, рассказывает рубрика «Хранители памяти». На 29-й полосе публикуются ответы про Таирея Геннадия Никитина на адресованные ему вопросы на тему «Чудеса настоящие и ложные». Вместе с рубрикой «По святым местам» читатель совершит путешествия по пещерному храму Казанского собора в Казани. В разделе «Просвещение» рассказывается о состоявшейся в Уральской столице Всероссийской научно-богословской конференции, посвященной памяти новых мучеников и исповедников Церкви Русской. Это масштабный форум, который является востребованной продуктивной площадкой для обсуждения важных теологических вопросов, сказал в своем слове митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений. Рубрика «Книжное обозрение» на последней 48-й полосе предлагает вниманию читателей книжные новинки. Оформить подписку на православную газету можно по каталогу Почты России, подписной индекс PP805. В электронной версии издание есть на сайте, адрес представлен на экране. Газету также можно приобрести в храмах Москвы и Санкт-Петербурга. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok